Развитие логического мышления и увлекательное развлечение. В Якутске прошел третий фестиваль робототехники. Организаторы отмечают, что основная цель это возродить престиж инженерных профессий и привить интерес к ним еще со школьной скамьи. О роботах и их создателях расскажет Саргалана Федорова. На ежегодный республиканский робототехнический фестиваль «Робофест Якутск» собрались юные робототехники из разных уголков республики и представили свои уникальные разработки. «Робофест Якутск» имеет статус регионального отборочного этапа самого популярного в России молодежного робототехнического фестиваля «Робофест». Более 300 юных робототехников из разных уголков республики состязались в 14 видах соревнований. В первый день фестиваля учащиеся готовили своих роботов, отлаживали программу управления именно тренировочных заездах. Я участвую первый год в «Робофесте». Мы участвуем в «Фэллоэл», «Чертежник» и «Шортрек». Самыми массовыми соревнованиями фестиваля «Робофест» традиционно являются соревнования серии «Хэлло робот», которые проводились отдельно для младшей и старшей группы. Также не обошлось без азартных соревнований, таких как «Шортрек», «Чертежник», «Траектория квест». «Соревнование «Чертежник», где робот, построенный школьниками, которым прикреплен маркер, должен нарисовать определенные линии. Траектория линии, которую должен нарисовать робот, сообщается им перед самым началом соревнований». Во второй день прошел мастер-класс по введению в распознавание образов роботами на базе «Лего Ф3». Ребята ознакомились с конструированием моделей роботов на основе оригинального корейского конструктора «Робо-Робо Робо Кидз». Такое занятие помогает развить мелкую моторику, логическое мышление и пространственное восприятие у детей. «Они дают, во-первых, опыт какой-то, мобильность, допустим, в какие-то краткие сроки исправить конструкцию, программу. Мы два года ездили в Казань на Российскую олимпиаду робототехническую, и там попадали в финалы, суперфиналы». Организаторы приложили максимум усилий, чтобы фестиваль стал незабываемым событием для его участников и гостей. Они отметили важную роль образовательной робототехники в привлечении учащихся к научно-техническому творчеству. А с 1 марта Малая компьютерная академия Северо-Восточного федерального университета приглашает школьников и дошкольников на увлекательные курсы по робототехнике. Сарглана Федорова, Батый Горохов, НВК «Саха», Якутск.